Ульяновская область стала первым в России регионом, где прошел парад городов трудовой доблести. По задумке педагога из Ульяновска, в одном месте собрали молодежь из разных городов трудовой доблести, чтобы рассказать подрастающему поколению о вкладе их земляков в победу в Великой Отечественной войне. На площади 30-летия Победы прошло торжественное шествие представителей городов трудовой доблести. Участники возложили цветы к памятникам воинам, детям войны и вечному огню. Каждый из городов славен таким трудовым подвигом, такой трудовой историей, что готовы ей поделиться. На данный момент 20 городов нашей страны носят звание город трудовой доблести. В первом параде приняли участие 60 представителей профессиональных образовательных организаций из 16 городов. Надо продвигать все это движение, надо помнить, чтить всю эту память о тех городах, которые помогали во время войны, для того, чтобы все стремились к такому же уровню сплочения, содружества. Почетное звание города трудовой доблести присваивается российским городам, чьи жители внесли значительный вклад в достижение победы в Великой Отечественной войне, обеспечив бесперебойное производство военной гражданской продукции на промышленных предприятиях. Ощутимый вклад в тяжелые для страны времена внес Пермский край. Жители восточного региона страны присоединились к патриотической акции. Вклад Перми, как и многих городов, такой, что предприятия города работали на победу. У нас, к нам эвакуированы были несколько предприятий, плюс наши предприятия были всегда в городе. Это авиационный завод, который производил авиационные моторы. Это заводы, которые производили порох, снаряды для «Катюш» в том числе. В течение трех дней в регионе проходили тематические мероприятия, посвященные истории городов трудовой доблести. В заключительный день съезда во Дворце творчества детей и молодежи открыли выставку учреждений среднепрофессионального образования. Предприятие региона продолжает работать на благо Родины. Образовательное учреждение готовит специалистов рабочих профессий, подтверждая тем самым полученное звание и сейчас. Студенты, руководители техникумов и колледжей представили результаты своей деятельности и поделились опытом и знаниями с гостями из других городов. Для нашей системы среднепрофессионального образования это очень важное мероприятие. В том плане, что мы сами на протяжении уже 82 лет готовим наши рабочие кадры квалифицированных специалистов, которые нужны нашим предприятиям, организациям нашего региона, нашей страны. И очень полезно знать историю трудовых подвигов, которые совершались в годы Великой Отечественной войны, когда благодаря трудовому подвигу нашего народа униковалась победа такими же молодыми ребятами. По задумке проекта, каждый год молодежь из разных уголков страны будет посещать один город трудовой доблести.